Всем привет! Снимаю с новой ванной комнаты. Я сделал ремонт в ванной комнате, заказал много интересных товаров с Алиэкспресс. И если вам интересны товары с Алиэкспресс для ванной комнаты, то обязательно смотрите это видео. Приятного просмотра! Переходим к съемке на экшн-камеру. Не так качественно, но зато широкий угол. Так, смотрите. Заказан этот душ был на Алике. Цена там что-то я не помню. Типа 100 долларов. Слушайте, ну штука классная. Все в черном цвете, но есть уже свои нюансы. Смотрите, видите? Ну, надеюсь, вам будет видно. Это месть использования. У нас очень грязная вода. В смысле не грязная, а очень большой налет кальция. Это жена у меня отмыла. И это не она отмыла, а краска отмылась. Рекомендую брать не черный такой душ, а серебристый. Ну, если вам все равно. Мне не было все равно. Я хотел черный. В принципе, классный. Вот такая у нас качелька регулировка. Все хорошо регулируется. Мне нравится. Нареканий особо нет. Но опять же, служит он мне пока месяц. За месяц нареканий нет. Все хорошо, все отлично. Ну, могу рекомендовать. Но с таким учетом, что если у вас большие отложения солей на воде, то черный не берите. Убивается просто в хламину. Есть биде. Есть такой кран. 12-дюймовая лейка верхняя. И вот такая вот лейка. Ну, типа все круто, все классно. Вот тут регулируется по наклону. Удобно. Установка максимально простая. Инструкция есть. Все в инструкции написано. Все понятно. Все круто. Опять же, по месяцу использования я доволен. За свои деньги очень хорошее приобретение. Очень хороший душ. А эта лейка, ну, классная. Мне нравится. Идем дальше. Следующие девайсы, которые были приобретены на Алиэкспрессе, это вот такие вот два терморегулятора. Это у нас теплый пол. Это у нас теплая стена. Слушайте, ну, довольно неплохие штуки. Я уже их тестировал. Ну, не то чтобы тестировал, я их уже установил по факту. Они работают. Все нормально. Работают по Wi-Fi. Можно посмотреть. И работают вручную. Запускаются также Wi-Fi. Запускаются вручную. Цена, когда я брал, была нормальная. Что-то в районе меньше 20 долларов. У нас они стоят намного дороже. Рекомендую. Такие терморегуляторы простенькие можно брать. В комплекте у них идет сам терморегулятор, провод подключения к 220 и датчик теплого пола. Сам датчик. Далее. Вот такой вот держатель, большой держатель туалетной бумаги. Я ставлю стоит туалетку и влажные салфетки. Также он есть половинчатый, наполовину. Есть большой. Я решил заказать большой. Поначалу мне показался он слишком большим. Теперь я уже привык. Нормально. Сюда можно ставить как телефон. Короче, ставите, что хотите. Крепятся вот на саморезы. Саморезы закрываются заглушками. Все нормально. Далее. Тут у нас, кто не понял, теплая стена находится. Вот такой вот держатель полотенец. Также крепится он на, опять же, не знаю, вам видно, на саморезы. И закрываются заглушечкой. И отдельно покупался вот такой вот держатель для полотенец. Он поднимается, если что. Штука красивая, мне нравится, классная. Рекомендую покупать. Вытяжка. Вытяжка уже покупалась не в Алиэкспрессе. Вытяжка с датчиком времени и датчиком влажности. Кому интересно, пишите в комментариях. Я скину ссылку. Но если вы в Украине. Производитель украинский. Еще. Был у меня давно обзор на вот этот вот держатель зубных щеток. Слушайте, классная штука. Уже года два им пользуюсь. Рекомендую также. Вот так у нас держатся зубные щетки. Тут смены картриджей есть. Можно поставить бритву. Еще один приколдес. Обзор у меня уже также был. Это у нас мыло дает. Диспенсер мыло. Штука интересная, классная. Один только небольшой минус. Быстро садится батарейка. Раз в неделю нужно его подзаряжать. Тут все стандартно. Метровая раковина под стиралку. Опять же, кому интересно, и вы в Украине, пишите. Я вам ссылочки дам. Стекло заказывал. Не в магазине брал, а заказывал у производителя. Также, кому интересно, вот такой ёршик. Унитаз ГРОВИ. Тут покажу, кому интересно. Была сделана вот такая разводка. Опять же, чисто это кому интересно. И были выполнены вот такие вот дверки. То есть, это и стояк, и шкафчик одновременно. Также хочу два слова сказать про мое биде. Слушайте, штука мега обалденная. Но прикол в том, что она в инсталляционные унитазы, в мой, по крайней мере, унитаз инсталляции не влазит. Получается, она выпирает где-то сюда. Когда я закрываю ободок, он не закрывается, потому что биде выпирает. Если у вас есть подобная инсталляция, подобный ободок и есть похожее биде, вот у него тут форсунки, обзор был у меня. Штука очень мегагодная, и я себе хочу заказать. То напишите мне в комментариях, посоветуйте, потому что я не могу найти вот такое биде. Вот такой быстрый обзорный ролик получился. Ванна уже готова. Кому интересно, как она делалась, ссылка будет в описании на второй канал Изи Мастер. Там я вылаживаю свои самоделки, сейчас очень редко. Но я специально снимал, как я делаю ванну. Кому интересно, перейдете, посмотрите. Опять же, я не знаю, когда видео будет с исполнением ванны на Изи Мастере. Может через месяц. Но, в общем, чекайте этот ролик. Если будет ссылка в описании, то перейдете, посмотрите. Пишите свои комментарии, как вам ванна. Пишите свои вопросы. Если вас что-то интересует, я в комментариях вам подскажу. Вот эти держатели, кстати, выполнены не из пластика. Забыл уточнить. Они алюминиевые. Ну, это алюминий вроде, но это по звуку точно алюминий. В общем, как-то так. Задавайте все свои вопросы в комментариях. На все вопросы я буду отвечать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.